приветствую тебя дорогой зритель у нас будет ремонт получается середины ремонта в общем заменил я на макбук про 13 лет 2013 года материнскую плату подключил все и бах нет изображения в общем дым пошел разобрал дисплей вот этот вот и увидел что в область дисплея была залита жидкость соответственно шлейф дисплея он полностью отгнил немножко повредился и сам разъем сейчас я вам поближе вот он наш разъем чек видите контакты окислились также пострадал и сам разъем на матрице здесь вот они почернели попробуем все это зачистить а данный шлейф уже нельзя использовать он уже все он может привести к возгоранию выкручиваем петлю вместе со шлейфом торекс 8 и выше торекс 9 также можно использовать полностью выкручиваем вот он сменный снятый с другого дисплея и его прикручиваем на место так винтик у нас упал отгибаем шлейф готова и вторым винтом фиксируем выравниваем также отгибаем сторону главное когда прикручиваете не прикрутить провода шлейфа выравниваем и уже затягиваем далее надо будет почистить данный разъем будем использовать и за пропанул или простой спирт 90 процентный готова теперь сеном высушиваем на низких температурах до 100 градусов теперь можно будет вдеть шлейф так в делся снова извлечь посмотреть крошки никаких нет нет еще раз вдеваем повторно сейчас подкинем наш макбук и проверим включится он или нет или придется менять предохранитель драйвер подсветки которые спалил или еще не успел спалить подключаем корпусу шлейф но пока мы не будем его прикручивать мы просто подкинем сверху посмотрим заведется или нет сейчас как-то неудобно надо будет подложить что-нибудь под вот эту часть чтобы дисплей не терся в корпус и не царапался у нас так в деле батарейку мы не будем подстегивать мы сразу напрямую подключим питание если дым пойдет то мы быстро отстегнем разъемы ну давайте скрестим пальцы питание есть буду держать за шлейф чтобы если что отдернуть сразу когда что-то пойдет не так все изображение появилось надо еще подождать какое-то время вдруг сейчас нагреется то есть надо проверить нагрев не нагревается ли в этой области нагрева нет ждем система загружается дисплей определился заработал наверное он сейчас грузится в режим восстановления здесь также ссд на марвеловском контроллере вот эти данные fresh дigg часто вылетали в этих моделях поэтому у всех рекомендации у кого ссд идет на базе marvel не переполняйте память общую чтобы у вас не превышало больше половины и отключите шифрование здесь установлена моя материнская плата клиент пришел именно на замену это была родная материнская плата которую я извлек сейчас я ее проверю конечно я ее до этого также отмыл всю она была залитая особенно в этой области возможно она также будет работать потому что проблема была в основном из-за шлейфа дисплея сейчас мы соберем данную плату в корпус и проверим собираем подготавливаем дисплей закручиваем винты антенны надеваем пластмассовую перегородку прикручиваем дисплей корпусу потом позиционируем равномерно и затягиваем винты извлекаем материнскую плату устанавливаем другую материнскую плату наносим термопасту arctic mx4 переносим радиатор все перекручиваем собираем я зайка 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 я вовсе не медведь я просто супер зайка мне незачем толстеть я самый няшный котик зовут меня барсик у меня есть трое деток и красавица жена ой какой зайка ой всем зайка зайка да барсик прекрасный зайка ой какая прелесть какой умница барсик барсик зайка показывает что он самый няшный из всех котов да сама няшность няшность заскаливает да убаться а барсик ну в общем вы сами видите компьютер работает вот она сменная новая материнская плата за которую я переживал что я ее спалил в общем она не спалилась родная после ультразвукового мытья ну как пока я ждал неделю я ее посушил помыл отмыл все окисление вот компьютер работает у нас сейчас также закручу все винты соберу и запущу тесты ну компьютер в общем приказал долго жить прекрасно работает прошел все тесты единственное что у нас батарея подустала немного 66 процентов вот в остальном все показания в отличном состоянии единственное что я отключил еще шифрование чтобы он не тормозил быстро работал вот в результате я поспешил замены материнской платы восстановила родную ничего паять не пришлось то есть родная материнская плата после ультразвука восстановилась вот я ранее выпускал тизер это вот как раз про этот компьютер в результате что мы имеем нерабочий шлейф дисплея вот я думаю на этом все если вам понравилось это видео не забываем подписываться на канал ставить лайки если у вас есть вопросы пишите пожалуйста мне в комментариях не обязательно писать ватсап ватсап не всем отвечаю вот на этом все пока пока до следующего видео